Субтитры делал DimaTorzok 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 так у нас на торце же стоял до поле то есть он хранился на торце не протыкали как не брали на фронтальнике да ну вот пятно вот есть видно это не показатель ничего этот были морозы то есть минус это 12 14 было промерзание такое как бы корка рубили топором куски были но утром отпустила и как бы все нормально сейчас игорь вскроет там сетку уберем посмотрим что такое вот он говорит сухой вот сырой вот видно что это рома это как бы такая вялая трава и суховатая сегодня не особо как все она получается вот такая вот для сухой ну запах есть кто-то чуть эту плесень откидывает кто-то не откидывает я не знаю кто говорит полезное кто-то бесполезно да лучше откидывать так сейчас закинем телятам плесень и чем внутрь пошла пятно какой-то маша не прижавши стояли не ну с той стороны возьми давай нахуй этим телятам кинь д посмотрим и овцам дай мелкого сейчас выпустил к ним он такой вот не особо его едят такой получается все на чуть влажно лучше сырой как силу сделать ну и в конце видео что добавить кто не смотрел мои видео про сенаж я маленько расскажу что что да как значит раньше я также ты сено 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 готовили и тут по как бы погода не было до августа и решил я взял в долг денег и купил обмотчик много смотрел про сенаж ты все ему кормят особенно в европе то есть поляки в основном то есть больше его очень любит то есть аграрная такая страна и хрена читайте все вот такие вот рулоны обматывают привозят к себе хозяйству и кормят покупал я покупной здесь а опять же покупной был какой он мне не понравился и этот рулон мои овцы не доели не съели почему потому что он был вот такой вот как примерно сейчас мы вскрыли только было августовский то есть вот это вот желтая тимофеевка ежа которая уже отцвела и семя семена бросили его подсушили замотали в рулоны и все да как бы запах был но по качеству не очень и я ездил в турги но там был большой колхоз как козы у них были они там по 2000 рулонов готовили ездил к ним и спрашиваю как чего говорят козы не едят не едят ну вот когда я стал мотать я понял что есть как бы два три вида вот это вот корма в пленке первый вид это когда вы сушите сено и и обматываете ее в пленку то есть вскрываем маленько запах изменился но он получается точно такой как сено но намного лучше сохранившийся по качеству второе это получается сенаж то есть и наш вот это именно название от этого то есть он такое получается 50 на 50 он получается вялая сена она не мокрая не этот не сухое и запах имеет такой аромат кисло-фруктовый компота такого яблок моченых не моченого вот такое вот это получается чистый сенаж но самое лучшее по качеству из чего готовятся из отавы либо весной то есть в конце мая но у кого как какие природные усыруют у нас в тверской области это начало готовки то есть трава уже более-менее подходит это конец мая то есть 30 и там 5 июня вот это вот небольшая сочная трава которая только только начинает давать уже бутон и бутонизация происходит вот это вот самый качественный корм для все ножи здесь он получается как силос то есть мы его утром скосили вечером замотали рулона получается тяжелые корма мокрый то есть когда его вскрываешь она действительно как сенаж такой кисло фруктовый запах это самый лучший крес его с большим удовольствием ест сенаж вот этот вялый такой вот и не очень а вот именно силос вот этот вот который замотанный в эту пленку него большим удовольствием поедают наши крс у меня бычки я держу по коровам я не скажу много разговоров пахнет не пахнет но у нас 90 процентов кто держит коров даже не знают одни слухи слухи только слухи даже не берут и не пробуют серёги там от его замотал но не знаю он еще мне ничего не говорил серёга мой напарник он кормит с большим удовольствием все корова стоит аж только с крылья рулон корова прыгает говорит по молоку никто ничего не замечает никакого ни запаха ни силос ладно кому было полезно это видео палец вверх кому бесполезно палец вниз смотаем и третий год так что у кого есть что добавить пишите комментируйте ладно всем пока вот такое вот видео не знаю будет полезно значит нормально все пока пока